всем привет с вами купидитас сейчас мы находимся в марине лас-гайетас и благодаря нашему другу денису у нас есть возможность попробовать баварию 38 на ходу ну что же давайте попробуем как это вот смотрите как денис придумал попадать на лодку вот таким вот образом опа опа видите как удобненько вот немножко оттянута лодка потому что здесь стоит свая ничего сейчас подтянем будет хорошо денис у нас капитан со стажем прошел порядка трех четырех тысяч миль всю зимнюю средиземку от хорватии через тунис на канары вот так это вам не хухры-мухры так первым открываем грот видите когда закрутка на мачте нужно переводить в режим открыто это вот на всех ну на большинстве скажем баваре такая система грот подняли ветра больше двадцати сейчас будем рифиться чё чё еще делать правильно так мы мы стоим мы нормально стоим и шеву получит так правильно потому что здесь то заблокировано нет я просто спрашиваю ты готов все понятно что по чуть-чуть вот видите как рифы берутся хорош ну что ребят пришло время потихоньку ставить стаксель как ты сказал открыть ну да 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 давай я придержу вот обратите внимание закруточку надо придерживать потихоньку стравливать чтобы не было хлопков ну слушайте нормально идем чё дует 24 быстро не спеша двигаемся блин надо мотор выключить вот чё чё чё-то маленько кренит так надо кранец поправить один уже купаться ушел так ребят ну чё мы сейчас запишем трек небольшой посмотрим но одно я могу сказать ребят крен крен здесь просто как бы по сравнению с нами огромен да у нас по сравнению с этим ни крена нет теперь я понимаю почему люди голосуют за катамараны типа крена нет нам этого не понять у нас лодка и так спортивным уклоном да 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 у нас потому что лодка и идет в режиме катамарана у нас при таком ветре крен 10 градусов 8 градусов на 30 до мы можем там до 14 15 набрать но конечно но и идем и я могу отдать должное достаточно быстро достаточно быстро сейчас я могу сказать по навигатору шесть с половиной 49 не знаю сколько мы идем короче ребят короче четыре с половиной но нет не сказать что вот 5 и 6 ты давай держи курс ровно тогда может быть разгонимся мы тут накрутились баранку поставили сейчас автопилот к ветру и смотрим какие скорости 5 и 6 5 и 8 мы идем зарифлены правда конечно в какашку прям по полной программе 22 я успешу напомнить что я в принципе не рифлю генуя до 30 у себя здесь паруса мне кажется побольше на массу парусность больше поэтому принципе надо рифить вот марина в которой мы идем то есть видите ну тут вот эти три мили надо пройти просто решили попробовать баварию на ходу вспомнить как это было потому что у нас первые две чартерные лодки это были как раз баварии но ветра не было канарского а сейчас вот на канарском ветру в конце пути я вам скинул трек поэтому смотрите обязательно будем лавировку устраивать смотрите ребят мы поскольку ленивые немного мы чуть-чуть подальше пройдем чтобы потом эти поувалисти поэтому трек наверное будет не будет в полной мере отражать лавировку ну то есть смотрите мы конечно запишем допустим по 3 мили одну милю мы запишем максимально остро ну не максимально 35 градусов более-менее комфортно для парусов запишем и потом соответственно уже встанем на курс поэтому трек будет примерно такой не ну вообще весело весело ну вот мы ребят повернули маленько сейчас давайте проверим трек я думаю мы сейчас идем точно также 34 градуса но вот видите наш поворот ну соответственно как на любой круизной яхте не спортивной мы немножко ушли под разгон и соответственно сейчас набираем нужный нам курс таким вот образом видите выглядит трек давайте поярче сделаем вот ну как бы ну как бы не знаю ребят идем обратно что ли вот вот так идем очень важно отметить что на зарифленных парусах угол лавировки гораздо больше потому что точка входа ветра прикрывается бобиной паруса поэтому идет немножко похуже так надо грот подтянуть сейчас нам автопилот дал немножко подпросраться решил что он не хочет чтоб мы шли ровные и выполнил павел поворот оверштаг не знаю может он не успел конечно отреагировать на заход ветра но вроде ветер такой же мы идем туда же куда и шли собственно говоря я уже убираем грот подходим уже марине хорош завершая нашу эпопею тест-драйва на баварии надо естественно заканчивать на своей лодке вот сейчас дует примерно столько же сколько дуло но единственная волна поменьше мы идем немножко сейчас против знаменитого канарского течения поэтому на скорость всего 4 4 4 6 и вот обратите внимание какой уровень крена как все спокойно происходит то есть те же самые барашки ну ладно хорошо там было чуть чуть побольше ветра когда мы ходили на баварии но вот по факту дать те же самые барашки то есть гарантированно дует больше 20 узлов и соответственно вот так мы идем то есть вымпельный ветер у нас 20 23 скорость 4 с половиной 50 градусов то есть получается что где-то до ровно 20 и дует вот так вот делайте выводы и и и и